Надежда Васильевна, моя Сюзанна, выходит. Доброе утро! Доброе утро, говорю! В храм все идут, а попутно выгоняют скотину. В городе ничего этого не знаю, только по телевизору смотрят. А вот он гонит из одного двора. А там гуси летят, следом. А там бегает другой табунов маленький. Какое разнообразие! Смотреть, наблюдать за скотиной, двойная корова, бычки подрастают. Доброе утро, доброе! Все приветствуются, все знают друг друга. Вот так. Гуся остановились, дальше идти некуда. Ну вот так, пойду дальше. Поехал я. Это Володя легко снимает. Все погонит свою скотинку. Все, подгоняю маленько, чтобы я мог проехать, а то я упаду. Видишь, они подсказали, скатываются. Тем более на велосипеде. Еще тихо едешь, когда... Я хочу снять, как там дальше деревенские гонят. А их и не видать. Или прогнали, еще не понятно. Да нету. Просто нету. Ага. Я увидал Ерему. Ну да. Вот они где. Это я еду по дороге здесь. Рядом это первый пруд. Так называется Матышкин. Вода тут вымаляет. Вот они где выгоняют. Берем оставит Еремен наш. А тот оттуда гонит, теперь соединяет свое стадо с ним. Это Степа. Я тут остановился на разгоре. А там Игорь Барабаш гонит овечек. А батюшки они у него там ночевали. Днем они тут особое место. День их называется. Как кошара. Но она так только. Загородка. Вот гонит скорее догнать. Овечка. Как деревня все. Вот. Настоящее тебе мясо будет. Шерсть. Молоко. Молоко это сметана, сливки. Доброе утро. Слава Христу. Это творог. Ну а то вещик наверное брынза. Творог и масло. Сами тут это все делают. Вот тут около этого домика. Под тополем. Самый огромный тополь. Может быть в другом месте это есть. Вон там уже эти сычки. Это дятел продалбливает. Это значит там ничего нет. Вот приехала организация. Подняли туда человека. И он отпилил. Несколько. Они заботятся о проводах своих. Вот здесь по бетонным столбам. Вот бетонные столбы идут. И по ним поверху идет вот этот провод. Не подсоединиться. Воровать раньше ворвали. Это сейчас не сделаешь. На всякого хитреца достаточно будет одного мертвеца. Мудреца. Вот так. Это все здесь рядом. Еще я не слышал. Обычно соловьи вдруг появились. Удоды прилетели в эту местность. Соек никогда не было. Соек так много. Серый дрозд прилетел. Вот вообще столько новых птиц. Я их всех знал. Одно время где-то около 27 или 30 насчитал. Разные утки, черки, гагары залетали. Даже гуси. Но жить они не жили. Пролетные. Так можно сказать. Вот сегодня у нас 26 августа 2018 года. Дорога, которую делали мелкий щебень. Говорили, ничего не будет через год. Вот он лежит. Ну, кое-где там. Вот видно песок. Под ним видно. Там Люба гонит. Еще догоняет. Ничего не будет. Ну, вот он и лежит. Пожалуйста, гравийная дорога. Такие мудрецы везде. Сами ничего не делают. Не было крупного. Взяли мелкий. Дорогой. Он не полный привез. Все, согласен. Дорогой. В два раза дороже. В три раза меньше привезут, чем надо. Но жить надо. Больше никак сами мы не сделаем. И вот, по милости Божией, закрепилась. Вот тут выемка большая. Это весной вода стекает. А почему не размывает? Размывает сколько-то. А дальше там все это забито кирпичом. Вот так. Надежда Васильевна идет. Это моя Сюзанна. Она должна была быть названа Сусанной. Сусанна-то Сюзанна. Шушаника. А назвали Надеждой. Ну, Надежда, конечно, осталась Надеждой. А сегодня уже ставят под сомнение вера, Надежда, Любовь. Абстрактные понятия. Или были такие люди. И больше сходится, что никаких и не было. Бог его знает. Мы признаем, что были. Такие мать София говорит. Ну, даже по матери Софии, вы понимаете, в мудрости вера, Надежда, Любовь. Христианские понятия. Ну, а так и соединили это. Ну, никто не думал, что житие получится. Да еще какое красивое. А я вот здесь вот грибы находила даже. Грибы находила. Что-то пять наберу, помоешь, сварю. Так вкусно. Доброе утро. Доброе. Ну, ты прямо вообще без этого не можешь. Я еще не начну, кто говорит, без этого не можешь. Когда насчитывал, что делал, не можешь. По детскому лагерю не можешь. Насел бумагу, разносил по предприятиям, по всем. Не прислоняйся там к себе, колесо грязное. Тоже не можешь. Любое дело, когда оно делается от сердца, людям кажется, это невозможно. А на самом деле, все Господь благословляет. Люба выгнала скотину. Вот она невозможна. А для нее возможно. Одна женщина. Пенсионерка. И она... Где она тут? Я ее не найду сейчас. Такая отруженица. Это вообще. Что только нет у нее. Все нет. Вот она идет. Гусей только она держит. Маленький табунок. В другом 13 гусей. Держала, кажется, двух коров. Овещек. Индюков. Ну, нет того, чего она не держала. Было бы шесть пород кури столько было у ней. Вот такая одна женщина. Ну, как-то так и там поможет. Она везде старается. Благодарно несет, сварит печеты. И все это как надо. За трактонатаренки батюшка. Дрова ей везет. Аллилуйя. Идем в храм. Воскресенье сегодня. 26 августа. Приходят в храм. Люди развиваются. Теперь мы смотрим. Это склад Игоря. Барабаша. Он фермер. Коровы свои. Все. И вчера я ездил по полю. Смотрел, как горох убирает. И гроза началась. Ему надо срочно сюда. За трактором здесь. Ирем и Ерема. Все колеса. Это никакой роли не играет. А вот сколько ласточек. Посмотрите. Я посчитал. И ласточек у него. Примерно 560. Поэтому намного меньше у нас. Мошек, чем обычно. Переманул к себе всех барабаш. А это вот. Горох. Горох. Вот он какой горох. Хороший горох. Вот он. Вывалил его 20. Сентерал с гектара. Примерно. Сколько гектар-то? Я не знаю. Ну, гектар, наверное, 50-то есть. Считай, сколько люди получат. Это техника. Тракторенок маленький. Верноочистительная машина. Я думаю, как он успел или не успел. Ну, видимо, не разгружал второй раз. Вот это то, что в прошлый год оставалось. Вот эти кули. Куль. Это не куль, а огромный. Это прошлогодний горох еще не продан. Вот я положил руку на него. Ну, в диаметре сколько он? Раз. Два. Три. 80 сантиметров в диаметре. Мешки стоят. Набитые. Ну, а эти обыкновенные мешки по 50 килограмм. Об этом я не знаю. Очень и очень большой. Вот заехал между столбами. Надо было спать сделать. Это в таком месте, куда привозили, помню, щебень. Поднимали. Укатывать никак не ровно. Но главное, что снизу отбито, не идет сырость. Это он зерношушилку купил. Очень дорогая. Очень и очень. А это его с этой стороны вот зашивал. Виталий, Сергей помогал Пупков. Что-то мне показалось, что угол тут наклонный. Ну, это так получилось у них. В общем-то, ровно. Вот как в деревне живут. А это куча Виталий нарубил. Ну, примерно полтора человеческих роста. Высотой. А ты тоже хочешь чуть-чуть подражать. Ну, не спорь. А нет, выходит. А ты вперед выходишь, чтобы диктофон. Что тебе это? А диктофон, это моя. А, это моя. Это потому что у меня ничего нет. Интернета нет. Я включила. Так. А сколько у Игоря гектар гороха? Там сколько? За гектар, наверное, 50. 50? Я так и подумал. Вчера я ездил по полям. Вот Серафима Гавриловна идет в наша молитвенесса. Ну, что? Слава Богу!